Продолжение следует... Продолжение следует... И здесь мы с вами поговорили о одной очень распространенной ошибке. Мы, надеюсь, с вами договорились о том, что понятие вероятностное описание применимо и к классическим системам очень и очень часто, и к квантовым. Есть нюансы, есть особенность специфика, которая, в частности, выражается на количественном уровне существования так называемых интерференционных членов при вычислении вероятности происхода из исходного состояния в конечное через некое промежуточное состояние. Отлично. И о том, как из этого обобщения получается знаменитый феминанский интеграл к путям. Получается он точно так же, как в оптико-механической аналогии получаются так называемые интегралы генгинца-френеля. Получаются особенности распространения электромагнитных волн в волновой оптике. Ну и после этого мы наконец-то пришли, как и обещано в названии курса, к первым экспериментам. Еще поговорили об экспериментах с двумя щелями, о том, как формируются интерференционные картины, например, в представленном здесь эксперименте с электронами. Здесь представлен классический эксперимент Юнга с электромагнитным излучением. Ну и далее поговорили о том, как сейчас, скажем так, первое-второе десятилетие уже 21 века ставят опыты, аналогичные опытам с двумя щелями, опыты по наблюдению интерференционных картин. Поговорили о том, что, ну вообще-то, конечно же, для описания электромагнитного излучения мы должны пользоваться концепцией корпускулярно-волнового дуализма. И концепция света как потока частиц в корпуску, и концепция света как электромагнитной волны не является полной. В зависимости от того, какой конкретно у нас источник света, вот он здесь показан, light source в данной экспериментальной схеме, мы можем получать свет, который похож, по большому счёту, на поток корпуса, можем получать свет, который похож на электромагнитные волны и только на них. И мы даже научились с вами, ну как, поговорили о том, как отличать в схеме антисовпадений по корреляционным функциям вот эти два предела для нашего только электромагнитного излучения, корпускулярный и волновой. Ну и, наконец, мы пришли к первому обсуждению уже относительно современного эксперимента, где у нас, да, реализуется схема с двумя щелями, но развитие физики второй половины XX века привнесло сюда вспомогательную схему. Здесь используются уже не просто фотоны, одиночные фотоны, но используются два канала. В одном фотоне мы имеем стандартный эксперимент, в одном канале имеем стандартный эксперимент с двумя щелями, как видно на данном слайде. Я буду этой грозной ручкой вам показывать, если нужно. Вот в этом плече мы имеем эксперимент с двумя щелями, а в этом щеле мы имеем контрольный канал. Дело в том, что здесь у нас появляются фотоны, которые скрелированы по частоте с фотонами, которые рождаются в этом плече, и мы, скажем так, вычисляя коллекционные функции, в том числе и по частоте, можем выделять крайне слабый сигнал вот здесь, вот в этом эксперименте на фоне шумов, на фоне шумов, с которыми бороться очень сложно. Хотя бы по частоте, например, мы можем, а потом поговорим еще здесь другие способы, отличить те фотоны, которые вот нам нужны, которые тут вот интерферируют на вот этом вот экране с двумя щелями, а тех фотонов, которые коварным образом прилетели откуда-то вот сбоку и все равно залезают в наш детектор. Вот здесь типовая картинка. Я специально хотел подчеркнуть, что вот эти все наши разговоры об инверсионных картинах и прочее, на самом деле надо их уметь правильно интерпретировать. Вот такие вот экспериментальные результаты получаются, если даже мы построили такой извращенный эксперимент. Ну что ж, после этого напоминания мы приступаем к теме сегодняшнего занятия. Заранее хочу попросить у вас прощения. Сегодня мы займемся, ну хотелось бы мне сказать, выкавыванием меча на последующие занятия. Но нет, увы, мы попробуем хотя бы каменный нож, камерное такое рубило сформировать на этой лекции, которая пригодится нам для того, чтобы хоть что-то делать, хоть что-то на количественном уровне описывать в квантовых экспериментах современности. Итак, уважаемые дамы и господа, поехали. Начинаем формирование нашего рабочего инструмента. Итак, в прошлый раз мы много говорили о том, что квантовые системы удобно описывать на языке волновых функций. Но мы здесь должны подчеркнуть, что сплошь и рядом нам придется использовать уже и язык так называемый вторичного квантования. Итак, первое квантование, оно здесь у меня обозначено первым зеленым заголовком. Подразумевает, что мы описываем состояние системы через волновую функцию, ну или оператор плотности, о которых мы говорили на прошлой лекции. Ну а динамическую переменную, некую величину, которая является функцией обобщенной координаты импульса, мы описываем как линейный эрмитов оператор, причем говорим, что соотношения между динамическими переменными у нас повторяют соотношения между линейными эрмитовыми операторами. Это первое квантование. Но далее мы переходим, дамы и господа, к квантованию второму. Мы говорим, что у нас теперь сама волновая функция становится полевым оператором. У нас вводится понятие, это очень важно, операторов рождения и уничтожения. Те, кто более-менее прилично помнят прошлый курс, помнят наш прошлый курс прошлого года, помнят, как мы вводили для ферми-систем, для базе-систем операторы, уничтожающие возбуждение с некоторым импульсом К. Вводили операторы, уничтожающие возбуждение, родили операторы, рождающие возбуждение с неким импульсом К. И говорили о том, что это очень хорошо, это очень удобно, это позволяет записывать какие-то, например, простейшие функции Гамильтона, Гамильтонианы в очень ясном наглядном виде через операторы числа частиц. Это позволяет ясно-наглядно записывать состояние систем, но при этом это все хорошо только для бесконечных и однородных задач, для бесконечных и однородных систем. Если у меня система не бесконечная, не однородная, то через преобразование Фурье, связывающее импульсное и координатное пространство, нам нужно переходить к операторам ПСИ-Крест, которые либо уничтождают, либо рождают возбуждение уже теперь, дамы и господа, не с определенным импульсом, а в определенной точке пространства. Вот к таким операторам, полевым операторам нам нужно переходить. И если ранее у нас ПСИ по модулю в квадрате, ну то есть произведение ПСИ функции, комплексно сопряженной на ПСИ, давало плотность вероятности обнаружить частицу в момент времени t в окрестности точки с координатой x, ну и с координатой r, не так это важно. Теперь уже у нас вот такая пара операторов, ПСИ-Крест-ПСИ. Оператор числа частиц в точке будет определять концентрацию фермионов, бозонов, электронов, фотонов, кстати говоря, вот у нас только что шел разговор про фотоны, в окрестности точки r в момент времени t. Ну вот. Я только что подчеркнул, что у нас следует различать операторы рождения и уничтожения частиц, возбуждений для ферми-систем и для базе-систем. У нас все-все-все частицы трехмерии делятся на два класса. Это либо те частицы, у которых для системы невзаимодействующих таких вот элементиков волновая функция не меняет свой знак при обмене двух каких-то частиц местами. Это частицы бозоны, к таким частицам относятся фотоны. И это у нас частицы, у которых функция меняет свой знак на противоположный, когда мы берем и переставляем пару частиц местами. Это такие частицы называются фермионами. К числу фермионов относятся, ну например, электроны. И вот здесь, на этом слайде я напоминаю, ну или сообщаю кому как, уважаемые данные и господа, почему нам при описании многочастичных задач, а мы, конечно же, будем говорить о макроскопических квантовых эффектах, о квантовых системах, где большое число частиц, нам крайне нужна эта концепция вторичного квантования, нам крайне важно вот это вот представление операторов рождения и уничтожения возбуждения частиц. Ну например, как здесь указано на слайде, с определенным волновым числом k, с определенным импульсом hk. Итак, мы говорим следующее, что будем условно записывать волновую функцию системы, вот она, видите, синим цветом на экране показана, резетавь фигурный исход. Так вот, будем волновую функцию системы описывать следующими словами. Прекрасно, у меня имеется n частиц. Вот буква n фигурирует здесь. Мы считаем, что у меня первая частица находится, например, в состоянии с импульсом k1. 1, 1, дамы и господа, это номер набора, в общем случае, квантовых чисел. Но если мы говорим просто о невзаимодействующих частицах, которые занимают ячейки в фазовом пространстве, пространстве импульсов, то тогда это просто номер. Ничего за этой цифрой 1, кроме номера, не скрывается. А место ее, вот эта его частица, ее порядковый номер, определяется местом в перечислении. Вот первая, вторая, третья, четвертая, n. Очень удобная, как мы уже показывали ранее и покажем, надеюсь, в будущем, запись. Причем нам нужно учитывать, что вот набор таких волновых функций, записанных уже теперь в рамках концепции вторичного квантования, представлений чисел заполнения, номер и презентейшн. Так вот, состояния у нас являются ортонормированными, они образуют базис. В том смысле, что если я беру и скалярно умножаю, у нас вот такое состояние для двух частиц k1, k2' на k1, k2. Что я, Анастасия, получаю? Вот я умножаю вот такой вот вектор, k1, k2'. Правильно, совершенно верно, совершенно верно. Вот это у меня здесь записан чистый беспремесный ноль в силу ордономерности. Очень хорошо, что вы как раз недавно проходили линейную алгебру аналитическую геометрию и эти нюансы помните. Надеюсь, и остальные здесь это легко вспомнили. Ну а, товарищи, я только что долго распинался о том, что есть система фермионов, есть система бозонов. Вот этот язык вторичного квантования, представление чисел заполнения, вот это большое количество слов позволяет записать одной строчкой. Математика темой прекрасна, что позволяет иногда длинные слова, длинные предложения и даже абзацы записывать короткими строчками. Смотрите, говорится следующее, что вот у меня есть n частиц, вот у меня частица и т, вот у меня частица житая. И я действую на это состояние оператором перестановки. У меня получается здесь вот такой вот вектор, у которого здесь на итом месте стоит волновой вектор или импульс ка-житая, а на итом месте, житом месте стоит волновой вектор или импульс ка-итая. Прекрасно утверждается, что из принципа тождественности частиц, принципа тождественности неразличимых частиц, у нас вот это состояние и вот это состояние отличаются только на число, на некое комплексное число. Это, по сути дела, одно и то же состояние. А мы знаем, что в квантовой механике у нас волновые функции, отличающиеся на константу любое комплексное число, это волновые функции одного и того же состояния. У нас все состояния определены с точностью до нормировки. Прекрасно. А следующее равенство в этой строчке, уважаемые дамы и господа, вытекает уже даже не из какого-то там принципа, а просто из здравого смысла. Если я еще раз подействую оператором перестановки, то теперь уже вот на это состояние, ну что я получу? Я, конечно же, получу исходный вектор. Видите? Вот этот вот вектор. Так? Но только еще раз выскочит собственное значение, собственное значение вот этого самого оператора перестановки. Ну я здесь его обозначил на этом слайде альфа. И что получается? Получается, что вот это и это у нас совпадающие состояния. Значит, альфа в квадрате равняется единице. Значит, у меня альфа равняется ли они чему? Плюс или минус единицы. И вот отсюда два варианта. У меня либо меняет волновая функция знак при перестановке, либо сохраняет. Видите, как здесь математика просто нам показывает, что есть частицы всего двух сортов в нашем мире. Квантовые частицы делятся всего на два сорта. Те, у кого альфа плюс единица, и те, у кого альфа минус единица. Ну дальше это и записано. Альфа плюс единица – это у нас бозоны. Альфа минус единица – это фермионы. Великолепно. Ну, прошу прощения у тех, кто это уже и так как бы знает. По идее, такие здесь могут быть. Но мне кажется, что лучше привести нас всех пока к одному знаменателю. Может, даже и для знающих я что-то здесь любопытное и интересное сказал. Ну а далее мы сейчас на этом слайде опять на математическом языке записываем. Ну, например, по сути дела принцип запрета Пауля. Если внимательно посмотреть на выписанные здесь математические записи, они чрезвычайно просты, то тогда, уважаемые товарищи, прошу это проверить, проделать внимательно дома. Должны же быть домашние задания по курсу. Если их нету, то курс не пользуется уважением. Это уже проверено многолетней практикой. Так вот, проверьте, пожалуйста, следующее утверждение. Что, например, у нас из ортонормированности рассматриваемого базиса, из встроенной симметрии в наши волновые функции, наши волновые функции, вытекает, что у нас так называемые числозаполнения, число частиц в неком состоянии, например, для ферми-систем, могут принимать только два значения, либо один, либо ноль. Итак, у нас из симметрии волновых функций вытекает, я утверждаю, что на этом слайде спрятано это самое вытекание, его надо только расшифровать, принцип запрета Пауля. Принцип запрета Пауля на нашем языке вторичного квантования формулируется так. У меня в состоянии с заданным набором квантовых чисел, в данном случае с заданным импульсом или волновым числом К, первое там или второе, или иное, неважно, может быть либо один электрон, один фермион, либо ни одного. Иначе никак. Двух, трех, пяти, десяти миллионов 130 здесь быть не может. Это вытекает чисто из симметрии наших состояний. Также еще обратите внимание на то, что мы далее с вами достаточно часто будем без лишних обоснований пользоваться разложением нашего состояния исходного. Видите, вот оно огромное исходное состояние. На одночастичные состояния. И одночастичные состояния невероятно просто, невероятно красиво выглядят в представлении чисел заполнения в рамках нашего вторичного квантования. Ну, например, для системы фермионов. У нас вот эта вот волновая функция выглядит следующим образом. Смотрите, здесь у меня идет суммирование по индексу P, причем требуется, чтобы для системы фермионов знаки все время чердовались. Видите, здесь стоит минус единица в этой степени. Минус единица в этой степени это либо плюс единица, либо минус единица, либо плюс единица, либо минус единица. P у меня пробегают всевозможные значения, и у меня получившиеся такие вот произведения одночастичных функций как бы идут с чередующимися знаками. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. Для системы бозонов здесь все по-другому, здесь у меня исключительно суммы, суммы, суммы. И вот сейчас мы говорим о том, что вот состояние наше легко переписывается через матрицу с леттера. Это есть единица поделить на корень из n! А дальше идет матрица следующего вида. В этой матрице у меня идут КП1, далее КП2 и так далее, и так далее. Ну и в конце этой матрицы, в ячейке с номером nn, у нас будет стоять КПНР. И если мы говорим о системе фирмионов, то нам в этом месте нужен детерминант матрицы с леттера. Вот такой вот определитель. Почему? А потому что у определителя по принципам, введенным в рамках, например, курса аналитической геометрии, вот эти вот слагаемые, входящие в него, которые как раз и сформулированы из всевозможных произведений одночастичных волновых функций, имеют чередующиеся знаки. Вспомнили аналитическую геометрию? Все должно быть хорошо. Если мы говорим о системе бозонов, то здесь надо говорить не о детерминанте с леттера, а о перманенте с леттера. Перманент с леттера строится по тем же принципам, что и детерминанте с леттера, только там нет чередования знаков. И это было, я надеюсь, вы помните, прям вопрос на засыпку в курсе атомной физики. А скажите, пожалуйста, как из такой записи вытекает принцип запрета Паули? Как из этой записи вытекает вот это вот требование для ферми частиц? Кто помнит? Если мы поставим одинаковые частицы в одном и том же состоянии, то у нас в определителе с леттера получится два одинаковых столбца. Правильно? А если у меня в определителе два одинаковых столбца, то что, Данил, с этим определителем происходит по курсу ангема? Он ноль. Забыли. Ну ничего, я вот не зря тогда эту лекцию сегодня потратил на напоминание. Значит, тогда все хорошо, все правильно. И во всем можно найти положительные стороны. Ну что ж, двигаемся далее. И мы приходим к тому, что... Через заявленные числа заполнения оказывается нам крайне легко, крайне легко записывать состояние, ну, например, много электронных систем. Всегда можно. Это принцип нашего общения. Хорошо. Так... Так... Так, а у вас же количество частиц может меняться. Это принципиальный фокус вашего рассмотрения в рамках вторичного квантования. У вас же не просто так, там есть операторы рождения и уничтожения. У вас, у вас, возможно гибель частиц в рамках этой концепции. А все очень просто. Вот если мы следим, например, только за бозонной системой, вот у нас есть некое количество фотонов, возможно же поглощение средой каким-то атомом отдельно взятого фотона. Правильно? Это описывается каким образом? А вот мы подействовали оператором уничтожения возбуждения, ну в данном случае фотона, в катой моде с катым волновым числом. и у меня там стало меньше возбуждений. Ну, здесь вопрос, смотрите, вопрос следующий, вопрос, насколько вы хотите заморочиться деталями. Я здесь специально, вот видите, выписал общий самый случай. У меня некое состояние исходное может иметь n частиц, в конечном состоянии может быть другое число частиц. Но есть нюанс. У меня два состояния с разными номерами n всегда ортогональны. Видите, вот тут в конце two states, with n' у нас ортогональны. Поэтому формально получается, смотрите, какая штука. Дельта функции, ну или символ Кронекера. От набора К1КН и набора К1' КН' это либо единица, либо ноль. Очень просто. Если у вас просто n не совпадает с n' у вас в исходном и конечном состоянии разное количество частиц, то такие состояния у вас заведомо дадут ноль при вычислении скалярного произведения. Я только это общее хотел утверждение сказать. Это специально сделано, чтобы как-то не ограничивать излишнюю общность. Потому что можно было не заморачиваться здесь, этот n' не ставить. В принципе, вы меня поняли. Но, товарищи, а если нам дальше в каком-то эксперименте реально придется мучиться с поглощениями какими-то? Или мы будем, например, говорить о таких задачах макроскопических, как макроскопическая сверхпроводимость? Помните, у нас там вообще состояние было с нефиксированным числом частиц, там постоянно число частиц динамически менялось. То есть хорошо бы здесь договориться, что в общем случае у нас число частиц переменное. Иногда для простоты я об этом могу забывать, если суть физики, которую мы в данный конкретный момент обсуждаем, не в этом, но на математическом уровне стоит постелить соломку, заготовить все формулы заранее по возможности в общем виде. Тем более, что это, как вы видите, несложно. Вот это вторичное квантование, представление чисел заполнения позволяет все эти записи очень быстро делать. Ну а далее, далее, уважаемые дамы и господа, просто некие примеры. Я счел, что все-таки, все-таки мне в этом обсуждении немного не хватает наглядности. Ну вот, в частности, в частности, как-то слова про вторичное квантование, представление чисел заполнения у вас уже наверняка звучало, да, это просто без всяких сомнений. Но, тем не менее, тем не менее, вот здесь я счел необходимым еще раз записать, как выглядит вот эта вот самая функция Пси от Т, да, подчеркнуть, что здесь эта функция у нас является суперпозицией, суперпозицией, смотрите чего, вот таких вот забавных скалярных произведений, да, откуда это берется? А вот не случайно я оставил кусок из предыдущей лекции, напомнил, как у вас считается скалярное произведение, его смысл, и это мы проскочили, возвращаемся опять к этой записи, просто обратите внимание, что у вас состояние Пси от Т, Т, Пси от Т разбивается в виде суперпозиции, смотрите, Н0, Н1 и так далее, идем Нальфа, а далее у меня идет скалярное произведение вот этого вектора в базисе вторичного квантования в представлении чисел заполнения, видите, вот он идет с фиксированным числом числа частиц, на произвольную функцию Пси от Т. Функция Пси от Т, она может быть, вообще строго говоря, и не записана в данном базисе, она не обязана быть элементом базиса, согласны? Видите? И я подчеркиваю это в данной записи, потому что сталкивался не один раз на зачетах и на экзаменах с тем фактом, что кажется, что базис, удобный базис в этом представлении исчерпывает все возможные состояния. Нет, это не так, произвольное состояние Пси не является элементом этого базиса, через элементы базиса представимы в совершенно стандартном виде, так как это показано на данном слайде. Причем тут запись сделана в общем виде как для фермионов, так и для бозонов. Но только для бозонов Nα, число частиц в выделенном состоянии α, например, с волновым числом КИТ, так вот, в этом выделенном состоянии число базонов может быть 0, 1, 2 и так далее, сколько угодно. А вот число фермионов Nα в любом состоянии либо 0, либо 1. Так, ну здесь еще раз напоминаю, как действуют операторы вторичного квантования, если мы записываем состояние через формализм чисел заполнения. Здесь, как мне кажется, уважаемые дамы и господа, какие-то комментарии просто излишни. Оператор Аα берет и убивает у меня некий электрон в состоянии Nα. Нелли, а как вы вообще все понимаете? Ну, про фотон, ну, хорошо, мы вроде так чувствуем, понимаем, что значит на физическом уровне, вот на пальцах можем представить, что значит такое действие по убийству фотона означает. А что такое убийство электрона в состоянии Nα? Вот как мы электрон-то убиваем? Не знаю, поглощение. А как? Кто-то, кто электрон поглощает? Сидит там такой. Ну, смотрите, я как бы, обратите внимание, нюансы, я обещаю вам рассказывать об эффектах, которые лежат в основе уже сейчас работающих устройств. аннигиляция электронов это круто, да? Нет, но есть такой эффект, да? Его наблюдали некое ненулевое, ну, сильно ненулевое количество раз в специальных установках, да? Я даже обещаю вам рассказывать про макроскопические квантовые эффекты, когда нечто такое наблюдается с большим числом частиц, что описать можно только на языке квантовых состояний. Аннигиляция макроскопически большого числа частиц это страшновато, нет? Что такое убить электрон в состоянии нальфа? Какие есть мысли? О, прекрасно, замечательно. Мы очень легко можем убить электрон в состоянии нальфа, они постоянно тут гибнут вообще вот непрерывно. Гибель электрона в состоянии нальфа, например, в нашем предыдущем курсе физики конденсированного состояния изображалась на феминской диаграмме очень простым образом. Вот летит у меня электрон и спустил, ну, допустим, фотон. Свободный электрон, конечно, не может испускать фотоны, да, как вы знаете, ну, пускай это квазисвободный электрон, пускай мы проигнорируем этот неприятный нюанс, для нас важно следующее, что вот узел, частичка полной фейминской диаграммы, где гибнет электрон в состоянии с импульсом К, рождается электрон в состоянии с импульсом К-штрих, но это означает, что на нашу систему, которая может быть, кстати говоря, очень большой, и содержать этот электрон только в качестве одного из своих частиц, подействовала вот такая вещь, АК, АК-крест, штрих стоит возле К, понятно? Ну и фотон родился под действием оператора, давайте так его обозначим, БЛ-крест, у меня здесь из фотонного вакуума, из отсутствия фотонов появился один квант возбуждения электромагнитного поля, ясно? Ясно. Ну, тогда, тогда, уважаемые дамы и господа, АК-крест, оператор это оператор количества 4. А мы про это как бы, да, говорили, вот он, видите, здесь выписан, да, это А-крест А-альфа, А-альфа, и давайте сейчас подумаем, а почему можно вот этот оператор Н-альфа обозвать таким образом? Вот он у меня, оператор Н-альфа, ну, я уже забегая вперед, подтвердил вашу догадку, это действительно оператор числа частиц. Почему это оператор числа частиц? А очень просто, берем одно состояние с фиксированным числом частиц, так, действуем на него вот таким вот оператором, так, что получаем? Ну, товарищи, я думаю, что все здесь достаточно тривиально, так, здесь мы получили Н-альфа минус единица, здесь у меня и 0, и 1, и так далее, и так далее, и так далее. Так, провели простые достаточно преобразования, и получилось, что в результате вычисления среднего, в результате вычисления среднего мы исключительно Н-альфа и получим. Проверьте это, пожалуйста, дома самостоятельно. Проверьте, пожалуйста, самостоятельно. А как мне получить оператор, который дает полное число частиц, ну, например, в неком рассматриваемом объеме? Надо просуммировать по всем возможным состояниям, верно? Верно. Ну, часто это суммирование удобно, оказывается, заменить на, например, интеграл по импульсам, по энергиям. Если мы рассматриваем неоднородную задачу, жалко, уже стер, вы просто помните, у нас там вместо оператора А крест А, оператор числа частиц это был оператор Пси крест Пси, где Пси это просто был оператор уничтожения, а Пси крест был оператор рождения частицы в точке. Там, чтобы полное число частиц получить, надо было просто банально проинтегрировать по всему объему. Для таких вот зависящих от координаты полевых операторов Пси и Пси крест. Так, движемся далее. Уважаемые товарищи, ну, здесь некие вспомогательные такие вот соотношения выписаны, которые, опять-таки, я бы попросил вас проверить самостоятельно дома. у всех есть разосланная презентация, материал, от которого отталкиваться, у всех имеется. Нам важно подчеркнуть следующее, что действуем оператором числа частиц, уменьшается у меня число частиц, вываливается множитель, корень из Н-Альфа. В прошлом году мы с вами, уважаемые товарищи Нелли, Даниил, и с вами тоже, Алексей, разбирали задачу просто об одномерном гармоническом осцилляторе. Было такое дело. И в этом одномерном гармоническом осцилляторе мы, как и положено в рамках курса Теор Меха, произвели переход к новым координатам обобщенным. Вместо координаты импульса П и Ку у нас там появились новые такие вот обобщенные координаты, которые оказались А и А-Крест обозначаться стали. Это в одном одномерном гармоническом осцилляторе такие слова. Но и там у нас действие оператора А-Альфа на некое состояние с номером Н, содержащее Н возбуждений, Н фотонов, превращалось в состояние с меньшим на единицу числом фотонов. По сути дела это как раз уменьшалось. Там одно единственное было у нас состояние, один был осциллятор с фиксированной частотой. В этом смысле было очень хорошо и удобно в том модельном примере. и мы всегда получали либо на одно меньше, либо на одно больше возбуждений в такой системе под действием операторов уничтожения возбуждения. Ну и нормировочные такие замечательные константы вываливались. Корень из Н-Альфа для оператора уничтожения и корень из Н-Альфа плюс 1 для оператора рождения. Так, ну здесь я уж не смог избежать того, чтобы не сослаться, например, на нашу любимую теорию Бардина Купера Шлиффера, которую мы прямо всю построили в свое время, используя представление вторичного квантования, используя специфику операторов рождения и уничтожения. Но я пока забыл об одном важнейшем нюансе. Я забыл о том, что симметрия по перестановкам наших волновых функций наших волновых функций дает нам возможность записывать записывать через последовательность действий операторов рождения произвольное состояние. Видите, n0, n1 и так далее, nα. А эта возможность в свою очередь выдает нам требования коммутации либо антикоммутации для наших операторов ая-теста. Вот они, видите, ну здесь да, здесь в неком смысле для удобства я записал следующее утверждение. Смотрите, окрест окрест для двух состояний. Это всегда ноль, причем независимо для того, это у нас бозоны или фермионы. А видите, нижний индекс вот здесь у нас фигурирует. Вот этот нижний индекс и различает бозоны и фермионы. Здесь речь идет либо о коммутаторе, либо антикоммутаторе. Коммутатором мы называем вот такую комбинацию величин, в частности, операторов. Коммутатор АВ, это есть АВ-БА. Антикоммутатор, вот он здесь плюсом для фермионов, мы называем комбинацией вида АВ-БА для пары величин А и Б. Это определение действует и для дамы и господа операторов рождения и уничтожения. Итак, про операторы АКРЕСТ и АКРЕСТ мы с вами договорились. Также очевидно, что у меня равняется нулю и коммутатор, либо антикоммутатор для операторов АА, АА, БЭТА. Ну, просто в силу свойств эрмитового сопряжения. Ноль вы возьмите, да, эрмитово сопрягаете, получаем ноль, ничего не меняется. А вот если мы посмотрим эрмитово сопряженную часть к левой части вот этого равенства, то мы получим там пару операторов АА, АБЭТА. Так, а что-то здесь может быть не нулем, не нулем. Да, уважаемые товарищи, у нас может быть нечто не нулем. Что у нас будет не нулем? У нас не нулем будут коммутаторы типа АКРЕСТ А. АКРЕСТ А. Посмотрите, вот специально для фермионов внизу нижние строчки я вот эти вот высокие слова расшифровал на примере одночастичного состояния. Мы с вами договорились, что у нас произвольное состояние собирается из одночастичных по определенным простым правилам, но и здесь видно, что смотрите, у меня для фермиона там все легко, там либо нет частиц, либо одна частиц. Действуем мы оператором уничтожения на состояние, когда нет у меня с импульсом P частиц. Видно, что получаем число 0. Это определение оператора уничтожения. Когда он действует у нас на состояние, где нет частиц, он должен там еще уменьшить число частиц, но не может и просто число 0 дает, число 0. Когда у меня оператор рождения действует на фермионную систему, на состояние, в котором уже есть частица, видите там, а PKS действует на состояние 1P, то это будет все равно тоже число 0. Это дает мне следующие выписанные внизу слайда 17 результаты для пар операторов. посмотрите на них, видно? А если они здесь записаны, то тогда очевидно, что для фермионной системы антикоммутатор вот такого вида, смотрите, АП крест АП плюс АП АП крест, ну то есть это и есть как раз АП крест АП с индексом плюс. Вот эта штука, что вам даст? Вот давайте посмотрим внимательно. Независимо от того, действует это у меня, на состояние 0P или на состояние 1P получится то же самое состояние, что было. Смотрите, если действуем на состояние 0P, вот эта слагаемая даст 0, правильно? А вот эта слагаемая даст что? АП крест действуя на 0P Анастасия, что нам дает? Единицу 1P. АП действуя на состояние 1P даст нам 0. 0P состояние, то есть вот это вот есть либо 0 с индексом P, либо 1 с индексом P, в зависимости от того, на что мы действуем. Для единицы точно так же легко видно, Леонид, мы подействовали на состояние 1P, тогда вот это второе слагаемое просто дам число 0, а вот это второе состояние даст 1P превратиться в 0P состояние, потом опять обратно превратиться в 1P состояние. Итого, вот такой антикоммутатор для наших прекрасных фермионов есть единица. В общем случае мы говорим что антикоммутационное соотношение для фермионов либо коммутационное соотношение для бозонов есть символ кронекера с индексами альфа-бета. То есть если у меня совпадают импульсы, то это единица, не совпадают 0. Все остальные варианты коммутационных антикоммутационных соотношений зануляются. Понятно? Прекрасно. Да, ну я тут измазался, конечно. Ужас. Идем далее. Идем далее. Товарищи, потихонечку уже переходим к тому, как описывать многочастичные состояния. уже потихоньку потихоньку мы сейчас подходим к понятию матрицы плотности. Итак, матрица либо оператора плотности. Произвольную нашу динамическую переменную АПХ в рамках представления вторичного квантования, в рамках представления чисел заполнения удобно рассмотреть, описать следующим образом. Смотрите, что там у нас стоит. Первая самая верхняя строчка. Мы суммируем по всевозможным состояниям альфа, бета, которые у нас образуют базы. А теперь смотрите, что идет. Там у меня идут элементы бета, альфа и есть скалярное произведение А, действующее на бета и умноженное на альфа. Вот это мы естественно в рамках нашего курса называем матричным элементом оператора А. А с индексами альфа и бета. Ну так вот, произвольный оператор представления вторичного квантования через матричные элементы и представляется, уважаемые товарищи. Вот так вот. Действительно, если у меня произвольное состояние получается из вакуума, ну в данном случае я вакуум греческой большой буквой F решил обозначить, потому что она немножко похожа на ноль перечеркнутой. Так вот, берем этот вакуум, действуем на него нужное число раз операторами рождения, получаем произвольное состояние. Товарищи, тогда очевидно, что можно так прямо сказать, что давайте возьмем произвольный оператор A, представим следующим образом. Пускай это будет, вы смотрите, наш матричный элемент, а далее вот все как здесь и записано. Мы состояние альфа расписали, да и состояние бета можно аналогичным образом расписать, как вы понимаете. Просто другое число раз действуем на вакуумное состояние операторами рождения в состоянии бета, акрест бета. Правильно? Ну вот, в результате, как вы видите, мы получили следующее представление произвольного оператора через number representations. в итоге мы многочастичные операторы, какие-нибудь гамильтонианы, много электронных систем, гамильтонианы много электронных систем, как вы видите, можем записывать в очень простом виде. Это просто у нас, смотрите, что операторы рождения и уничтожения взятые с некими весами, всего-навсего. Смотрите, какая получилась могучая красота. Вот эту могучую красоту мы много раз использовали на предыдущих курсах. В частности, например, вот мы говорили об операторе электрон-фононного взаимодействия, электрон-фотонного взаимодействия. Был такое дело? Как мы записывали соответствующие операторы? Кто помнит? Алексей, вот у нас здесь специально на доске узел представлен. электрон-фононного или электрон-фотонного взаимодействия. Нужно вычислить объекту или составить каждый. Оператор-то как мы записывали? Чтобы вычислять электрон-фотонного взаимодействия. Согласны? Ну там, поскольку посложнее задача, у нас вот такая штука была. Ну и была армитово-сопряженная часть к этой части. Верно? Ну и здесь соответствующий вес там стоял. W с индексом L суммировали по P, L. Ну минус И, так минус И. Товарищи, увидели родство душ? Вот это сейчас лучше поздно, чем никогда. Математическое обоснование того, что можно записать гамильтониан электрон-фононного взаимодействия следующим образом. Это у меня есть комбинация из операторов рождения и уничтожения, где с некими весами идут слагаемые, отвечающие гибели электрона в состоянии с импульсом P, рождение его состояния с импульсами P-L и рождение фотона или фонона это не принципиально сейчас с импульсом L. Ясно? То есть мы сейчас обосновали важнейшую концепцию, возможность записывать операторы, в частности операторы Гамильтона, через такое забавное интересное представление. В частности, если можно через оператора рождения и уничтожения записывать произвольный оператор, то давайте и оператор плотности, задающий состояние, попробуем записать через представление вторичного квантования. Но прежде чем мы подойдем к этой записи через оператор рождения и уничтожения, надо все-таки напомнить вам, что же за зверь такой оператор плотности. Потому что с ним есть некая беда. В курсе атомной физики я не успеваю его нормально изложить, а в курсе квантовой теории, как я понимаю, там им есть о чем поговорить и часто считается, что это вам уже известно, это мы место проскакиваем. Поэтому еще немножко помучаемся с созданием рубила ножа для последующего быстрого продвижения по курсу. Ведь нам же надо записывать нормально состояние квантовых систем, а на прошлой лекции-то я обратил ваше внимание на то, что волновая функция, особенно волновая функция как бы подсистемы, в общем случае имеет право на жизнь только если взаимодействие этой подсистемы с окружающей вселенной пренебрежим и мало. А так в общем случае мне нужно задавать состояние системы не функцией, а строго говоря неким оператором. Неким оператором. Вот давайте постепенно через несколько занудных, очень простых, каждый очень простой шаг, через несколько очень простых шагов придем к этому понятию. Итак, опять стартуем с известных нам уже представлений psi и фи это вектора в гильбертовом пространстве, это у нас пока волновые функции. Так? И товарищи, если у меня psi и фи элементы гильбертового пространства, то никто не помешает мне вести матрицу так, как это показано на данном слайде. Я же могу построить из этих элементов гильбертового пространства вот такую вот комбинацию и видно из этой строчки, что это действительно оператор, действующий в гильбертовом пространстве. Что такое оператор, действующий в гильбертовом пространстве? Это некое правило, которое берет один элемент, превращает его в другой элемент. Все в гильбертовом пространстве. Согласны? А теперь посмотрим внимательно. Вот такая пара А векторов, вот таким образом построенное, действительно есть правило, которое произвольный элемент Гильбертова пространства превращает во что? Смотрите, φ на γ, это скалярное произведение, это, как вы понимаете, число, верно? А это элемент Гильбертова пространства же, то есть мы получаем, что некое число умножается на элемент Гильбертова пространства. Я доказал свое утверждение. Вот эта конструкция, эта конструкция, это элемент Гильбертова пространства. Ну, товарищи, смешной пример. Опять вот давайте у меня есть всего два состояния. Вот у нас фермион, такой вот квантовый бит, он может, фермион, находиться как бы в неком состоянии, либо не находиться в неком состоянии. То есть есть либо единичка, либо ноль. Давайте построим матрицу вот такого вида, единица ноль. И будем действовать этим оператором на, дамы и господа, произвольный элемент Гильбертова пространства, но сокращенного Гильбертова пространства. Я буду говорить, что произвольный элемент Гильбертова пространства у меня, смотрите, что такое. Это суперпозиция состояния ноль и состояния один. С весами альфа и бета, где альфа и бета это произвольные комплексные числа, такие, что альфа по модулю в квадрате плюс бета по модулю в квадрате равняется чему, Даниил? Соснули. Ну, альфа в квадрате по модулю плюс бета по модулю в квадрате равняться должны единицы. Это у меня редуцированное Гильбертова пространство. Физический пример. Такой системы все время все-таки хочется не слишком далеко уходить от физики. Вам прекрасно известно. Раз сказано, что это фермион, рассказано, что это электрон, то это у меня может быть, например, электрон со спином вверх, либо со спином вниз. Прямо вот физическая у нас такая вот картинка. Ну, либо, либо это действительно у меня ферми-система, я каким-то образом выделил кусочек в этой ферми-системе, вот сумел как бы, да, закоулочку. И слежу, имеется там, ну, там электрончик или еще что-то такое, либо не имеется. Приведу опять пример. Жалко рук, но что делать? Изложение важнее. Смотрите, сделал для наших электрончиков очень глубокий потенциал. Тут много-много электронов в ферми-системе. И добавил маленький такой вот отнорочек к нему. Вот это вот по оси х у меня, ну, какая-то обобщенная координата, от которой потенциал зависит. Ну, вот, например, мы частицы фермионы, да, и вот у нас комната, это большой потенциал, и коридор, во время, конечно, занятия, это у нас маленькая такая вот отнорочка. Метастабильное состояние. И я слежу за тем, есть или нет какая-то ферми-частица вот в этой ямке. Понятно? Здесь только у меня, допустим, один уровень, частицы, допустим, беспиновые. Все. Картина ясна. Вот у меня здесь вариант всего-навсего два. А это ноль состояния здесь нет, и один состояние вот здесь появилась частичка. Прекрасно. Важно, что, как мы опять-таки знаем по нашим предыдущим курсам, удобно тогда в этом случае состоянию ноль ставить в соответствие элемент спинор вида, ну, допустим, там, 0,1,0, а состоянию единица ставить в соответствие элемент спинор 0,1. Ну, или наоборот, это уже вопрос вкуса. Кто вам больше по душе? Единичка? Суровая такая прямая единица. Или округлый мягкий нолик? Это уж как вы хотите. Самое главное, что у меня, если вы вот два таких спинорчика возьмете с произвольными весами альфа и бета, вы получите произвольный спинор из двух комплексных чисел а, альфа и бета. Единственное, на него накладываются условия нормировки, про которые я вас, Данил, только что-то и спрашивал. Ну, и пока я все это рассказывал, вы уже, конечно же, осознали, что да, действительно, если мы подействуем вот таким вот оператором 1,0 на это состояние, то мы что сделаем? Мы получим альфа-1. Каков физический смысл вот такого вот оператора? Это очень интересный оператор. Это у нас как бы такой фотоаппарат с затвором, который проверяет, проверяет мягонько так, есть или нет частица вот в этой ямке, и загорается на нем красный огонек, когда он эту частицу вот в этой ямке находит. Понятно? Такой вот правильно. Мы к этому сейчас и идем. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что измерения, наблюдения изменяются и состояния. Вот сейчас на новом нашем языке можно сказать, что измерения проектируют состояние системы на одно из собственных состояний оператора измеряемой величины. И вот теперь, помните, я говорил, что сложно поставить соответствие операции измерения некий оператор, ну вот в рамках привычной парадигмы, привычной по курсу атомной физики парадигмы. Было такое дело. А в рамках представления вторичного квантования, соответствующий, как Алексей правильно подсказывает, проектор построить не просто, а очень просто. Все, наш язык нам вот такой удобный проектор позволяет построить. Ну, далее, товарищи, здесь идет некое обобщение. Вот эти вот математические утверждения я прошу проверить самостоятельно, но это просто в очередной раз я коротко на математическом языке, вот буквально в две строчки записал то, что сейчас словами вам излагал в течение пяти с лишним минут. И самое главное утверждение, если я сказал, что у меня вот это вот психи, это оператор, означает, что ему можно поставить в соответствие матрицу. Если это у меня специфическое редуцированное до двух состояний 0 и 1 пространство, до такого вот базиса 0 и 1 пространства, то тогда можно поставить ему в соответствие оператор в виде матрицы 2 на 2. Но в общем случае все хитрее, и мы ставим в соответствие вот такому вот психи оператору, ну более сложный оператор, который получается в виде матрицы, записать в виде матрицы, которая дает нам произведение вот столбца А на столбец Б. Вот так вот у нас состыковывается в очередной раз сегодня физика, квантовая механика с аналитической геометрией и линейной алгеброй. Надеюсь, некие полезные для себя сведения вы из этих наших разговоров извлекаете. Отсюда, уважаемые дамы и господа, мы приходим к тому, что для чистого состояния, состояние, которое характеризуется волновой функцией, мы можем записать очень интересный оператор. Вон он там стоит, ρ1. Вон он так записан, ψ-ψи. Что делает этот оператор? Он проектирует произвольный элемент Гильбертова пространства на рассматриваемое чистое состояние. Но вот забегая вперед, существенно забегая вперед, я скажу, что вот этот вот проектор, вот этот вот проектор, есть оператор плотности чистого состояния, которое характеризуется некой волновой функцией. Ну а матрица, соответствующая этому оператору, которая считается по правилу, которое представлено на слайде в красной рамке, называется матрицей плотности. Это характеристика состояния. Волновая функция ψ задавала нам состояние, но вот сейчас мы оператор построили, который соответствует этому состоянию. Ну здесь некие математические упражнения, которые мы сейчас разбирать с вами все-таки не будем. Не будем. Прошу это проделать самостоятельно. Это всевозможное баловство с матрицами. Ничего здесь физического нет. Просто я так вот понял по предыдущим годам, что надо такие примеры опять на дом выдать. Потому что забывается к 4-5 курсу, катастрофически забывается материал первого семестра. Я просто напоминаю, что смотрите, какие здесь интересные вещи вылезают из этой математики. Какие интересные физические вещи. Дело в том, что у меня только что было договорено, что спиноры задают состояние одной частицы в нашем редуцированном Гильбертовом пространстве. А если там две частицы? Вот у меня яма. И я смотрю, а две частицы могут быть у меня? Ну, в принципе, могут быть. Если это, например, фермионы со спинами или бозоны. Ничего не помешает им вдвоем оказаться в той маленькой ямке, в метастабильном состоянии. Как это записывать? Ну, товарищи, формально вроде как бы легко. Можно сказать, что а вот давайте у меня некий уже теперь формально такой вот столбец 0, 0, 0, 1. Пардон, не столбец, а вектор, состоящий из двух элементов. 0, 0, 0, 1. Задает уже теперь состояние двухчастичной системы. Это чуть сложнее. Как для такой штуки записывать, записывать, ну, как бы матрицы плотности, операторы плотности? Ну, в общем, казалось бы, ничего такого сложного. Вот для примера состояние кси. Сверху. Обведено в зеленую рамочку. Это у меня единицы поделить на корень из двух 0, 0, плюс единицы поделить на корень из двух 0, 1. Фисмысль в состоянии 0 и 0, 0 и 1 вам, я думаю, понятен. Это базис именно в представлении вторичного квантования здесь используется. Ну, отлично. Элемент кси в нашем пространстве записан. Поскольку это у меня уже двухчастичное состояние, то простенький двухэлементный спину превратился уже в вектор-столбец из четырех чисел. Ладно. Раз это у меня вектор-столбец задан здесь, волновая функция задана в представлении вторичного квантования, то оператор плотности, соответствующий этому чистому состоянию с точно известной нам волновой функцией, записывается элементарно. Проверьте, не соврал ли я. Мог соврать. У меня, как вы знаете, есть такая особенность. Я иногда специально вас ввожу в заблуждение, но иногда каюсь, бывают у меня ошибки. Проверьте, пожалуйста. Вам будет интересней. Но самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, вот этот у меня оператор РО с индексом КСИ разбивается на, смотрите, произведение двух матриц 2 на 2, каждое из которых можно толковать как оператор плотности для одной частицы, либо для другой частицы. Видите? Проверьте, пожалуйста. Смотрите, вот там у вас такой вот оператор 1, 0, 0, 0. Это у меня для 0, 0 состояние, это для одной частицы. 1, 1, 1, 1, 1 это для другой частицы. Перемножаем вот эти две матрицы и получаем вот такой вот блок. 1, 1, 1 в верхнем левом углу и нули, так сказать, разбиваются. Понятно? Это далее будет для нас важно. Это означает, что в данном случае у меня факторизуется оператор плотности и его можно как бы представить. Вот у меня состояние одной частицы, вот у меня состояние другой частицы. В общем случае это невозможно. Даже здесь, смотрите, суперпростой пример. Но только чуть-чуть его поменяем. Возьмем, вот видите, в красное состояние типа 0, 0 плюс 1, 1. Возьмем вот такое состояние. Казалось бы, это абсолютно то же самое, что только что я вводил в зеленую рамку. Ну, никаких проблем. Для него точно так же можно посчитать оператор плотности, матрицу плотности, ROS-INDEX-MXI. Ничто не помешает. Но, если вы внимательно на эту штуку посмотрите, если я там нигде не сделал ошибку, то получившийся оператор не распадается. Я, во всяком случае, не смог найти факторизацию. Я не смог его разбить на произведение двух осмысленных матриц 2 на 2. Видите, такая штука получилась. То есть, вот смотрите, у меня две частицы и теперь оператор плотности вот такой вот двухчастичной системы я не могу фотографировать, не могу разбить. Так что вот состояние одной частицы, а вот состояние другой частицы. Есть только состояние пары частиц и никак иначе. Ясно? Ну, и есть промежуточные случаи. Вот там вот третий случай, я его обозвал соус-соус-случай, когда я могу, пожалуйста, для трех уже частиц записать вот такой вот оператор плотности. И этот оператор плотности разбивается на три матрицы, но только там две матрицы хорошие, вроде как бы соответствуют операторам плотности для одной частицы. Правильно? А одна матрица плохая. Вот она такая, да, 1, 1, 0, 1. Здесь, как вы видите, никакой хитрости нету. Просто не ошибаться при сложении единичек и ноликов и при приемножении матриц. Матрица плотности для двухчастичных. Ну, да, у меня получилось, смотрите, какая штука. Здесь две частицы, но только, да, вы правы. Я просто, видите, суперпозицию 0, 0, 0, 1, 1, 1 собрал. Естественно, у меня получилась матрица, которая по размерности точности совпадает тому, что у меня в красной рамке обведено и тому, что в зеленой рамке обведено. Это понятно, потому что двухчастичная у меня матрица плотности. Но она вот таким гадостным образом. Она факторизуется, но не до конца. То есть у меня выбиваются два, я нашел, во всяком случае, два оператора, которые, ну, как бы, можно трактовать как операторы отдельных плотностей для отдельных частиц. Задается состояние отдельных частиц. Но, чтобы получить правильный оператор плотности, это еще там на поправочную матрицу приходится умножаться. То есть, как бы, получается, что идет факторизация, но с неким дополнительным весом. Так, ну и тогда, тогда можно обобщить сказанное здесь на произвольное состояние. Вот здесь уже, допустим, базис образован тремя векторами. Не двумя, как только что было, да, вектор 0 и вектор 1. Такое, такое кубитное пространство, да, как бы бит, но квантовый. Здесь у меня кутрит рассматривается. Уже три вектора образуют базис, да. И видно, что у меня состояние системы, состояние системы задается, ну, очевидно, через оператор, который есть произведение такое специфическое. Ну, не произведение. Образуется по тем же правилам, как мы рассматривали на предыдущей лекции. Ну, а проектор, проектор P, который проектирует на выбранный элемент Гильбертово пространства. Ну, вот, например, он может проектировать не только на выбранный элемент Гильбертово пространства, он может проектировать на плоскость. Видите? Вот такая вот плоскость E1, E1, E2, E2. Эта же плоскость вываливается, согласны? Из трехмерия. Вот эта вот парочка векторов задают мне некую плоскость в нашем трехмерном уже теперь пространстве. Ну и теперь смотрите, что получается. Вот этот проектор, у меня действуя на произвольное состояние, дает альфа E1 плюс бета E2. Ну и в общем случае, какое бы у меня ни было N мерное пространство, в нем выделить K мерное подпространство. И вот эта вот комбинация сумма пужи, ежи, 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 ежики вот эти вот замечательные, будет проектором на вот эту вот гиперплоскость, сколько-то мерную, выделенную в более мерном пространстве. Понятно? Уважаемые дамы и господа, у меня есть ощущение, что наше замечательное обсуждение так вот немножко подвисает, потому что слушатели чуть-чуть устали. Если нет возражений каких-то грандиозных, катастрофических, мы продолжим, по сути дела, завершим наше обсуждение формализма вторичного кантования матрицы плотности на следующей лекции.